Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, кто во сколько меня смотрит. Я иду на работу, сегодня у меня якобы выходной, но я иду убирать локаль, мы хотим сделать генеральную уборку, но мы периодически делаем, там раз в 2-3 месяца, не знаю, ну в общем, как получается, да, именно генеральную, то есть так-то мы убираем, но генеральную делаем там, ну не так часто, да, на самом деле. Вот, а почему мы решили сделать, потому что сегодня придут еще фумигар, как опрыскивать против там всяких тараканов, мышей, ну знаете, как периодически тоже раз в 3 месяца опрыскивают. И поэтому мы вот в этот же период делаем генеральную уборку, чтобы все вытащить, все убрать, все почистить, и чтобы опрыскали все. И опять мы на 3-4 месяца будем чистенькие, аккуратненькие. Фух, слушайте, я никак до прихмахерской дойти не могу. Мой Альдо закрылся на небольшой ремонт, но уже сейчас где-то ближе к сентябрю откроется. Так что, как только он откроется, пойду, пока я собиралась, он закрылся на ремонт. Ну такой небольшой, знаете, тоже покрасить, побелить там, ну как обычно, привести в порядок немножко Лукаль. Ну вот так, все, покажу вам потом, как и что. Сейчас бегу уже на работу. Я уже подхожу к Лукалю. Слушайте, я вам расскажу потом историю, когда поточнее все узнаю. На соседний ресторан вечером, который около нас, сейчас покажу вам, было совершено нападение, разбойное, с оружием, с пистолетом. Ну никого не убили, конечно, да, но я не знаю там подробностей, но в общем-то я вам расскажу, когда буду точно знать. Это вообще жесть, конечно, да, что происходит. Энсу должен, ну Энсу созвонился с хозяином этого ресторана, он расскажет, потому что мы хотим, может быть, какую-то вообще на нашу всю территорию либо охрану ставить. Ну нам-то это, понимаете, мы до обеда только работаем. Но все равно как-то обезопасить себя, в общем, как-то так. Вот на этот ресторан, вот здесь, вот на этот, вот такой небольшой, видите? Но вот здесь было совершено разбойное нападение. На этот нет, на маленький. Так, ладно, все, я уже дошла до работы. Ребят, пошла в магазин, надо еще средства купить, у меня средства закончились, не купила, ну вернее не хватило. И что-то покушать надо девочке купить тоже. В общем, фух, устала, кошмар, но ничего, потом вам покажу, когда кухня уже все закончим, уберем, покажу, какая чистенькая, хорошенькая, аккуратненькая, все, стеночки помыли, все. Ну это там раз в 3-4 месяца такое делу, больше не делу, потому что, ой, слушайте, я тут заметила, что я сейчас пошла грязная, вообще грязная в шлепках в рабочих. Не переодела даже обувь, ну забыла, блин, какая-то бомжиха какая-то, ну ладно. Ой, вот так еще полы мыть потом, но это уже в самом конце, когда все-все уберем. Сейчас пойду что-нибудь прикуплю девочке покушать. Так, я уже тут выключила свет, но вам не показала. Ну, в общем, убрали, видите, все выдрали, помыли вот эту компану, все внутри помыли тоже, видите, она чистая внутри, нету этой черноты, золы. Все здесь помыли, здесь вот все вымыли, все углы, все, плитку, ну так, генеральненько. Здесь все повытаскивали, вымыли, здесь, ну вот это нифига не отмывается, конечно, но... Ой, попробую потом еще помыть. Ну так, хотя бы помыли уже мусор, может быть, Рома приедет выпросить, потом я уже не буду сейчас, нету сил у меня выбрасывать, честно говоря. Так, ну и зал тоже помыли. Здесь убрала, вот это все убрала, перемыла все бокалы, стаканы, вот здесь вот наконец-то вела порядок, полку там сложила. Ну, в общем, здесь еще не домыла, эти надо мыть, уже нету сил, просто нету сил. Здесь еще надо, но нет сил уже завтра. И так времени, знаете, сколько уже, смотрите, 4.43 до 5 часов, это с 8 утра. Ну, так что нормальненько, столько времени, ужас. Ребята, сейчас ехали и наехали случайно на Змеюку. Не знаю, скорее всего, это потока, судя по цвету. В общем, жалко, конечно, но что делать. Так, я говорю, наш ресторанчик чистый, правда, немножко следы есть, да дождик был, надо сейчас мне еще здесь протереть. Немножечко, потом вам расскажу про этих. Здесь все убрано, видите, как, слава богу. Ну, тут еще не убрали. Картина повесила сюда, чтобы не валялись в коробках, потом на улицу перевешу. Ну, так, просто повесила, чтобы висели вот здесь, а то они в коробках, мне их жалко. Присела вам рассказать, пока народу нету. Смотрите, немножко тут протерло, и это пот, представляете, уже вся потная. Ну, ужас какой-то, просто невозможно. У нас влажность повышена, видите, будет дождик, в тучах, все. Про ограбление расскажу. В общем, в соседний ресторан вечером, несмотря на то, что сидели люди, ужинали, это было вечером уже после, по-моему, 7 вечера, заскочило два ненормальных каких-то, то ли обдолбанных, то ли, в общем, ну, не знаю, каких-то под кайфом, два панамца, с оружием в руках, приставили к хозяину оружие и к работнику, кто там был за стойкой, сказали положить целлюляры, достать мобильные телефоны и им отдать, и деньги с кассы, естественно. Но наши американцы не лыком шиты. Кто-то из посетителей, американец, достал оружие и сделал два выстрела в землю. Ну и, конечно, эти два пацана ретировались сразу же, да, бросили свои пистолеты, это оказались, как они, фальшивые, ну, не настоящие, короче, да, не настоящие, а какие-то там, вот, и ретировались. Ну, приехала полиция, короче, не украли они ни деньги, ни ничего, ну, я представляю, как натерпели страха и работники, да, тем более этот человек, который хозяин, мы его знаем, он примерно возраста Энсу, даже, может быть, чуть постарше, ну, хотя, может, и выглядит так, я не знаю, вот, и, конечно, у него, я думаю, там, в заду дыхание сперло, да, от страха, ну, это правда. Вот, и хорошо, что вот эти американцы, ну, мужик, американец, он не побоялся, конечно, это было очень рискованно с его стороны, потому что неизвестно, что у них на уме было, то есть они могли, если настоящий пистолет, они могли просто всех перестрелять, понимаешь, но, слава богу, они ретировались, в общем, тут полиция была, ищут, в общем, перекрывали дороги, я, по-моему, даже показывала или вставлю вам фотографии сюда, если найду в своем телефоне, я фотографировала, перекрывали дороги, проверяли каждую машину, но это уже просто так, знаете, проверять, я не думаю, что эти, кто хотел напасть, они тут прямо тусят около ресторана, ездят на машине, естественно, нет, они уже давно ретировались куда-нибудь в другую часть Панамы подальше, да, чтобы их никто не нашел, я так думаю, или запрятались где-нибудь здесь и сидят, притаившись, ждут, пока все это успокоится, ну, в общем, не факт, что их найдут, конечно, не факт, вот, ну, посмотрим, свидетели есть, каким-то образом их, наверное, опознать смогут, так что вот такие были у нас дела, представляете? Поэтому я энсой говорю, я не хочу ни ресторан, именно ночной ресторан, чтобы люди приходили вечером, ни алкоголь, чтобы здесь пили, да, там вино и пиво у нас можно пить, ну, как, как аккомпанемент блюда, да, это можно, но зато никто здесь не напивается, пришли, пообедали и ушли, и мы закончили пораньше, никаких проблем, знаете, всех денег не заработаешь, а потерять свое здоровье можно, да, поэтому, конечно, если быть до конца откровенным этих денег, которые мы зарабатываем, нам хватает только на перекрытие своих расходов, то есть именно если какие-то уже надо вложения делать, то это надо очень собирать, очень ужиматься, очень экономить, потому что на одних обедах, конечно, много денег не заработаешь, но все равно бывают хорошие дни, я вам об этом говорю, что вау, такой день был, что прямо супер-пупер, да, такое тоже бывает, или праздники какие-то мы делаем, там, да, фиесты у нас заказывают, тогда, да, мы можем чуть-чуть заработать, и это сразу ощутимо, понимаете, то есть уже с этих денег ты можешь либо что-то приобрести, там, для работы, либо сделать какие-то вложения, там, купить краску, покрасить, ну, я не знаю, еще что-то, да, нанять работников или еще что-нибудь, да, а так, конечно, маловато, но здоровье тоже не позволяет очень много трудиться уже, да, поэтому я рада тому, что мы имеем, я считаю, что это для нашего возраста самое то. Кстати, я вам не говорила, сегодня вся желтая, в желтой юбочке, я не знаю, видно вам, не видно, и в желтеньких своих балеринках, в общем, вся сегодня желтая, как цыпленок, такой мой, моя рабочая униформа, ну, и что-то я сегодня пасмурно, мне захотелось побольше света, яркости, правильно, а не серенькое все, как небо наше, сейчас покажу. Вот такое, видите, у нас небо серое, поэтому я сегодня, как солнышко, вся желтенькое. Только с вами поговорила, и смотрите, пошел дождь. Кстати, я вам не сказала, что наше сухое дерево, на котором мы всегда снимали птичек, оно вон сломалось, упало, видите, так что все, сухостой у нас больше нету, к сожалению. Ну, ничего, видите, уже пальмы желтеют, тоже от жары, от такой, а сейчас будет дождичек, и они все станут поднимутся, будут зелененькие, красивенькие, а то тоже жалко, правда же? А вот эта пальмочка, это у нее семена, она цветет, ну, уже отцвела, вернее, дает уже плоды, видите, вот такие, можно посадить из этих орешков. Вот так, она большая, вот такая зеленая-зеленая, видите, какой цвет у нее зеленый, да? Прямо нереально салатовый, даже больше не совсем зеленая салатовая. О, дождь нагнетает, нагнетает, все сильнее, сильнее, смотрите, ух, какой! Ну, все, пошла я вовнутрь, а то намокну. Ребята, у нас тут просто какой-то пипец, я вам хочу сказать. Гром такой громыхает, дождь такой везет, реки просто текут. Сейчас вам покажу, Энки сделал новое блюдо, ну, не новое блюдо, а новое просто оформление. И, в общем, сейчас он сервирует, покажу вам, как и что. Вот, уже несет. Не знаю, где ты пойдешь, потому что все с джувью. Эльмейзо, меса, ага, акиф. Вот, это морковные каннеллони, из морковки, не паста, а такие, как блины, а с творогом. Слышите, какой гром? Просто задница. Это с творогом, и с шпинатом, и ахо, да? Ахо? Эльмейзо, то есть, каннеллони, сами сделаны из морковки, и они с творогом, с рикоттой и со шпинатом. Смотрите, какие у нас моря и океаны. Просто льется. Ой, сейчас опять громыхнет, ребята. Вообще жесть. Сейчас опять будет гром, потому что где-то молния сверкнула, но так вдалеке. Я думаю, бедные наши собаки, они там... О, гром идет уже. Но это маленькие, это далеко. Бедные наши собаки, потому что они боятся очень. Ужас, вот такой дождливый блок у меня получается. Просто дождливый. Опять сейчас громыхнет. Ну где-то, блин, мне так хотелось вам показать, какой сильный гром, но громыхает вдалеке, не здесь у нас. У нас уже все прошло, а это такой маленький гром, где-то там слышно чуть-чуть совсем. Так, сейчас покажу вам курицу агридульсы. Ну, такую в китайском кисло-сладком соусе. Вот такое блюдо. Ну как вам? Красота, правда, я люблю такое. Сейчас будем кушать сэмсу. Не, ну я не могла вам не показать это. Смотрите, какие осьминожки. Без головы, без ножек. Вы видите? Энсу тут их приготовлю. Ну как вам? Пинь-пинь-пинь-фу. Я такое не ем, но прикольно. Приехали опять на работу. День сурка. Работа-дом, дом-работа. Ну ладно, что же делать. Такова жизнь. Надо зарабатывать пенню. Так, вчера был дождь. Я стулья даже не опускала, потому что вчера такой ливень. Вот даже еще мокрая тут. Сейчас пойду в туалет, там у меня хлорка осталась. И надо, у нас через окошко в туалет вода затекает. И надо воду эту выгрести. Смотрите. Вон, все тут лужа. Лужа с водой. Сейчас надо и хлорку эту убрать, и тряпки я замочила. В общем, сейчас надо тут все прибраться. И начинать опять работать. Ну вот все как всегда. Видите, ничего не меняется. Пришли в магазин затаривать. Смотрите, какие у нас тут фигуры. Видишь, какие металлические. Из металла, из бултиков. Такие прикольные. У входа еще другая. Сейчас вам покажу. Это такой гитарист. Вот здесь смотрите какой. Дядечка Робаков. Ребятки, решила закончить блог, закрыть. Потому что длинные блоги все время получаются. Решила немножечко сделать покороче. Тем более, ну, неделя не прошла. Хотя, такой, знаете, почти неделя. Но все равно я снимаю всегда до субботы. А так как у меня была суббота-воскресенье бложек. В общем, я считаю, что нормально. Показать вам. Показала что-то уже замечательно, правильно? И новые блюда. И все. Обязательно вам сниму завтрак, который я вам обещала снять. Я никак не могу снять. Хотела коротко сделать видео. Но потом решила, что просто покажу вам, как оно готовится от А до Я. В спокойном режиме. Не в быстром. А так, чтобы вы... Может быть, кто-то захочет сделать. Чтобы вы могли своим детям сделать такую еду. Правильно? Может быть, не всегда полезно. Но иногда можно и побаловаться таким завтраком. Ну, все. Всем спасибо. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok